Проходит год, и он уже есть. И жизнь пришла. Вот она работа творческая. Представляете, с кем приходится работать? В чем мэджик? Мэджик в двух вещах. Первое, это когда какая-то почти случайная идея становится реальностью. То есть твоя мысль материальная. Ты ходишь по этому помещению, когда оно еще не в аренде, и думаешь, вау, можно сделать крутой офис. Проходит год, и он уже есть. Второй момент мэджика, это энергия, это жизнь. Это когда ты ходишь по помещению, оно вроде как уже готово, но оно еще мертвое. Или оно временно мертвое, потому что люди не приходят, карантин. И поэтому в этом месте пока нет энергии. А потом в него в какой-то момент вот так выходишь из лифта, а там уже жизнь. Там уже пахнет кофе, сидят люди, что-то обсуждают, с кем-то знакомятся, с кем-то встречаются, кому-то звонят, есть легкий гул. И жизнь пришла. И вот уже бах, над тобой звезды, сидит 200 человек и смотрит кино. И все работает. И жизнь пришла, и проект оживает. И эта жизнь... Офигенная чурка. Здрасте. Кайф, что красивое пространство притягивает красивых людей. А красивые люди делают пространство еще красивее. Вот они идут. Дорогу молодым. Привет. Меня зовут Дима Корнилов. Я CEO и сооснователь студии FACE. Наша компания называется Fuel Finance. Меня зовут Адмитро. Я один из основных и сетей компании Preply. Меня зовут Катя Тейлор. Я кураторка и основательница агентства культурного менеджмента Port Agency. Привет. Меня зовут Виктор Горский. Я директор организации Social Boost. Мы рестораны итальянской кухни. Зла фамилия. Я Валентин Веройменко. Директор компании WhiteSales. Мы создаем инстаграм-фильтры, которые взрывают интернет. Компания Preplys, маркетплейс для выкладачей и студентов до студентов из резных крен-свитов, может заброневать уроки онлайн и провести их через нашу платформу. Мы работаем как финансовый директор на аутсорсе для малого и среднего бизнеса. Занимаемся продажами. Все рэм, трекинги и так далее. Это все то, что мы делаем. Компания складается из 13-го ресторана. В основе лежит итальянская кухня. Это технологичная организация, которая занимается проектами на стыке IT, государственного и общественного сектора. Здесь мы оказались для того, чтобы формировать арт-программу. В течение года здесь будут проходить разные выставки и, надеюсь, события. Наша задача – оживить это пространство с помощью искусства. Вообще каждый человек знает, который находится в старой части Киева, как сложно сейчас парковать машину. У меня лично забрали мой Volkswagen уже несколько раз. Но не в кооперативе, потому что здесь самые классные условия для парковки вашего железного коня. Мэджик! Все, жми паузу. Да ладно, это Федери влог? Мы работаем здесь везде. Мое любимое место – здесь на диване или здесь на диване. Иногда здесь, иногда, когда терраса будет готова, будет на террасе. Добро пожаловать на будущую террасу Кооператива. Происходит строительство в самый разгар. Здесь будет DJ Place. Несколько рядов амфитеатров. Как вы поняли, мы очень любим амфитеатры. Барная зона. Еще один бар в этой стране. Все это будет накрыто для того, чтобы защищать вас от дождя и от солнца. Мы, в принципе, працюемо будь-де. Багато хто любит сидіти на четвертому поверси, там, где амфитеатр. Багато хто сидит тут. Я знаю, что деякие уже затестили капсули для сну. Я еще, до речи, не тестила. Ну, о, прикольно. Реально, как в доме. Для нас, взагалі, важливо, чтобы люди себя чувствовали, как дома. Чтобы им было приятно проходити на работу. И они хотели тут залишаться подовше, спілкувалися между собой. И проводили час не только за работой, а и за отпечатком. Все разом, оскільки мы работаем как команда. Если говорить про сам офис, у нас основный концепт в том, что одна из ценностей нашей компании – это прозорость, так и транспаранси. И нам хотело, чтобы люди чувствовали, что они видят, как работают другие люди в компании. Чтобы они видали, чем занимаются их керевники, менеджеры и так далее. Поэтому мы сделали open space, но такой хитрый open space. У нас разные команды сидят по разных кабинетах, но между этими кабинетами есть стеклянные перегородки. То есть, с одной стороны, люди видят одинаково, но, с другой стороны, у них нет шума, нет никакого прессинга, с точки зрения того, что они не могут сконцентрироваться. Максимально здоровое сообщество – креативщиков, айтишников, людей, которые создают что-то новое. И это здоровое сообщество – это те люди, с которыми хочется взаимодействовать. Это, естественно, комьюнити, люди, которые тут работают, компании. И, в принципе, в целом, очень вдохновляющая атмосфера. Кто-то куда-то двигается, кто-то на кухне о чем-то рассказывает, или кого-то встречает знакомых. Это постоянный такой обмен информацией, энергией. И это то, что, наверное, нам хотело здесь получить. И я думаю, что лучшего места мы бы не нашли. Потому что мы не нашли его. Мне нравится то, что здесь нету вот такой какой-то стерильной атмосферы такого корпоративного каворкинга, офисного. А есть в целом просто такая уютная атмосфера. Есть какое-то пространство. И я здесь себя чувствую не как в офисе, который меня к чему-то обязывает, а просто как в локации, где я могу творить, без всяких ограничений перемещаться, чувствовать себя удобно. На самом деле, чтобы получился крутой офис, нужно учиться не у офисов. Вот мы учились у галереи, у современных музеев, у отелей. Потому что на самом деле, с точки зрения гостеприимства, или с точки зрения вдохновения, классный дизайн отеля или классный современный музей намного ближе по духу к креативной инновационной компании, чем классическое офисное пространство, где должны сидеть какие-то администраторы и что-то администрировать. Это такой атовизм. Кооператив – это гигантская лаборатория, где люди создают новое. Create at work. Создавай на работе. Поэтому ощущение хотели, чтобы было как в мастерской художника. И поэтому так много света, так много воздуха, так много искусства. Мы с Вячеславом Климовым вложили в этот проект, потому что мы верим в него, потому что нам кажется, он очень перспективный. Мы всегда хотели, чтобы какое-то пространство, где соединяются юные умы, идеи, реализация этих идей, было сконцентрировано в одном месте, в месте, где светло, просторно. И мы верим, что этот проект будет иметь продолжение, и кооператив будет открываться по всей стране. Я Олексей Милищук, я директор кооператива. Мы сейчас находимся в комнате дизайн-мислення. Секрет в том, что то, в каком просторе вы находите, влияет на то, как вы думаете, как вы творите. Методика работает для команд из 30 людей, которые на один векенд усамятятся в стенах D-Room, разом с фасилитатором, и не выходят звезды, не створивши новый продукт. Это метод створения инноваций. Мы встретились с Сашей Акименко, что-то говорили про дизайн-мислення. Он говорит, а ты же знаешь, что на самом деле в открытом доступе есть чертежи Стэнфорда, работа про то, как должен быть организован D-Room, то есть комната, приспособленная для дизайн-мислення. Я говорю, я не знаю. Нашли, произвели, привезли. И вот здесь уже столы, Z-треки ждут своего времени, когда сюда будут приходить люди для того, чтобы придумывать. Меня зовут Аня Терлецкая. Я отвечаю за мероприятие в кооперативе. Мы находимся сейчас на крыше кооператива. Здесь прямо сейчас будет проходить кино под открытым небом. В общей сложности у нас в кооперативе более чем полторы тысячи метров квадратных для проведения разного рода мероприятий. У нас есть терраса, у нас есть крыша, у нас есть амфитеатр и дизайн-рум. А также не забывайте про Faderive Hub. Все эти локации доступны для проведения абсолютно разного рода мероприятий. Если вы хотите сделать лекцию, презентацию, лонч, пресс-конференцию или хакатон, это все абсолютно возможно. В кооперативе уже проходили запуски AR-одежды. Мы уже праздновали день рождения, мы показывали кино под открытым небом. Мы делали спорт на крыше, поэтому мероприятий очень много. Проверяйте календарь, выбирайте близлежащий ИВ и приходите к нам на мероприятие. Мы вас очень ждем. Тут есть напитки, которые можно найти только в Берлине. Клабмата Кола и наши разработчики и работники, несмотря на то, что у нас шикарный флэтфлайт, все равно бегают на четвертый поверх, для того, чтобы под час спеки обидом пригострироваться к Клабматам и поесть на хорошие бизнес-ланчи. Мы любим яркое, мы любим вкусное. Люди сами идут ко мне и понимают, у них есть свой выбор. У меня просто вкуснее кофе. До речи, вопрос про каву супер важливое. Потому что теперь появился Бариста на четвертом поверхности. Это топов за топ номенант для меня, потому что я очень люблю черную каву без молока и очень мягкую. И во-первых, тут и в автоматах хорошая кава. Это первый раз, когда я пью каву в офисе. А тут еще и Бариста за его и все, там взяли и фулл пакет. Здесь уже очень много клевых людей и компаний, и мы очень надеемся, что благодаря интеграции современного украинского, но не обязательно искусства в эту среду, оно заиграет совершенно по-другому. Вот искусство, кстати, в интерьере, оно же дает невероятный заряд энергии. Просто представить себе эту комнату просто без этой скульптуры. Совершенно другое пространство. И поэтому, когда мы говорили про дизайн, то это большая ошибка думать, что креативное пространство – это значит, что на стену нужно навесить все, что у тебя есть, или все, что ты видишь. Какие-то чучела, гитары, вазочки, там, не знаю, леопардовые шкуры. Булшит. Мне кажется, что как раз самое креативное пространство, оно будет самым нейтральным, для того, чтобы потом не отвлекать внимание от настоящего искусства, от того, что в этом пространстве будут создавать. Очень важно не конкурировать с резидентом и с тем, что здесь будут придумывать. Из фильма «Обыкновенное чудо»… Нет, тот самый Минхаузен. Там есть момент, когда говорят… Присоединяйтесь к нам, господин барон. Присоединяйтесь. Я хочу, чтобы вы стали резидентом кооператива. Это моя маленькая мечта. Тут так клево, зачем вы себя обкрадываете? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok